Не могли бы вы объяснить, почему Россия воюет за русский мир и борется с экзистенциальной угрозой коллективного Запада, но при этом получить российское гражданство даже бывшим гражданам СССР невероятно сложно, если ты не таджик, конечно, а с экзистенциальным врагом и коллективным Западом активно ведется торговля ресурсами, потому что у нас капитализм, комрад, это причина торговли, так сказать, именно поэтому нельзя разносить электростанции на Украине, может пострадать бизнес уважаемых людей. Знаете, что такое правящий класс, которого, как известно, нет? Сегодня утром только ехал, в радио слушал, все это херня, вот эта коммунистическая, про классы их больше нет. Ну, каких-то может нет, а правящий класс остался, буржуазия, которая решает свои вопросы, и тебя лечит через свои телевизоры, радио и интернет, лечит именно, а вопросы решает свои. Что касательно получения гражданства, вот Владимир Владимирович когда-то сказал, что распад Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа. Я с ним решительно согласен. А потом добавил, что за кордоном осталось 25 миллионов русских. 25 миллионов. Ну, и, казалось бы, у нас гигантская территория, а людей мало. Сколько нас там? Ну, грубо, 150 миллионов, а страна огромная, даже на охрану не хватает, и 25 миллионов человек помешали бы нам или нет? Вот ты упомянул жителей Средней Азии, которым по упрощенной процедуре гражданство выдают, ну, это прекрасно. А зачем вы выдаёте? Вот когда всё обостряется, например, в том числе религиозные вопросы, а вы людей с совершенно другой религией сюда завозите, этнически другие анклавы будете создавать. Посмотрите на Европу, к чему это приводит. Вы зачем это делаете? Ну, а то, что вот осталось 25 миллионов соотечественников за кордоном, а вы их не пускаете назад... Помнишь, тут к нам девочка приходила из Казахстана? Русская и русский язык родной. А напиши-ка ты диктант. Написала. Видим, русский язык для вас неродной. Да ты знаешь, это у нас 99 процентов, если почитать посты в интернете, русский язык у них неродной. Я вот без ошибок пишу. Но, боюсь, если это какой-то специфический диктант, где там знаки припинуты... Ты-то точно не русский с твоими ошибками. Точно. Железно. Да. Тебе не место в Российской Федерации. Кто это делает и для чего? Вот при товарище Сталине было такое замечательное понятие вредителей, которые наносят вред родной стране, а может, и неродной. Вот, надо бы вернуть. Кто эти люди, которые не пускают русских домой? Кто эти люди? Кто вот эти вот законы идиотские, акты всякие пишет? Кто эти люди? Туда давно уже пора запустить компетентные органы и провести операцию «Хорек в курятнике», чтобы там передушить, перекусать и поотрывать бошки всем тем, кто подобными вещами заведует. Я с тобой полностью согласен. И государство у нас – это вовсе не коммерческий проект. И вот эти люди, у которых там бизнесок здесь, бизнесок там... Да, это прекрасно, что у вас бизнесок. А у нас государство, и в настоящий момент на кону жизнь государства и его граждан. А ваш бизнес может заняться покупкой танков, самолетов, бронежилетов, бинтов и всего остального. Вот от этого будет польза. А от ваших предприятий на Украине – нет. Никакой пульзы нет.